Принято решение, что наш трёхлетний бюджетный план достаточно жёсткий, мы сами себя ограничили настолько, что совершенно неожиданно Алексей Леонидович Кудрин, наш товарищ и нас много лет готовивший к бюджету, тут на коллегии Министерства финансов на прошлой неделе сказал, что это очень жёсткий подход к бюджетному процессу. Вот мы жили при более высоких ценах на нефть, и все практически эти доходы составляли расходную часть федерального бюджета, а тут в себе правительство намечает 40 долларов, правда, с инфляцией, как мы её себе определили, и это достаточно жёстко, что не даст возможности финансировать наиболее важные отрасли или направления, которые мы называем то, что образует человеческий капитал. Тем не менее, пока наша задача обеспечить бюджетные расходы в тех параметрах, которые мы приняли, обсуждая сценарные условия, это жёстко, тем не менее, какие-то изменения возможны в 2019 году, поскольку, как мы и докладывали президенту, он от нас ожидает налоговые решения, если будут новые, они должны будут вступить в силу с 1 января 2019 года. Мы надеемся, что совокупная налоговая нагрузка, во всяком случае в наших предложениях, будет так, что эта налоговая нагрузка не будет больше, чем та, которую сегодня компании несут, но может быть появится какая-то дополнительная возможность и дополнительный манёвр для тех, кто занимается непосредственно созданием продуктов и услуг. А открыто представляя информацию, её продвигая, защищая. Так вот, когда был представлен этот налоговый манёвр 22-22, мы услышали на съезде РСПП от крупнейших предпринимателей, что вы не меняете ничего. У нас очень хорошая налоговая система, мы к ней так привыкли, и самое большое будет достижение, если вы оставите всё как есть. Ну, кстати, один из вариантов, если действительно мы в результате дискуссии поймём, что для экономического роста можно и нужно будет обойтись тем совокупным налоговым предложением, которое есть сейчас, может быть, это будет и один из выходов. Но дискуссия впереди, тем не менее. И нам бы хотелось сегодня, вот в рамках этой первой панели, затем, когда приедет председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, чтобы мы всё-таки с вами увидели, где эти основные наши и мотивы, и способы, и вообще всё то, что образует и новую экономику, и мотивы, и способы для темпов экономического роста. Продолжение следует...